Еще раз доброе утро, Татьяна Хасанович, фотограф у нас в гостях. Сейчас будем общаться про фоточки на Хэллоуин. Здравствуйте, доброе утро. Надо лайков нам. Надо лайков. Давайте сегодня поговорим, как мы можем сделать с простыми средствами картинки страшненькие. Страшненькие-то мы можем, нам надо красивый в стиле Хэллоуин. Красиво страшненькие, давайте сделаем тематически. На самом деле можно обойтись самыми обычными подручными средствами, как то белая простыня и просто распущенные волосы. Вспоминаем наши... Надо дырки в простыне делать. Кстати, не обязательно. Посмотрим сегодня картинки. Достаточно одеть сверху солнцезащитные очки и обозначить место положения глаз. Будет все прекрасно. Не страшно, дебильно получится. Так, давай, мы сейчас видим. Пошли. Подборочку мы сейчас разберемся с ней. Самая элементарная, любая маска, которая оказалась под рукой, рука и вот эти распущенные волосы, закрывающие лицо. Масок-то у нас сейчас, пожалуйста, на выбор. Все под рукой. Но можно поискать с прошлого Нового года и обыграть их. Для того, чтобы сделать вот такую жутковатую картинку, вспоминаем фильмы ужасов нашего студенчества. И чего мы помним оттуда? Что на самом деле картинка там приглушенная. В сине-зеленых тонах. Правильно? Поэтому вот этими фильтрами все-таки мы пользуемся. Сделали картинку, убрали насыщенность, добавили сине-зеленого и получаем вот картинка, что слева сейчас у нас на экране. Вот. Да, достаточно жутковато. Давайте попробуем полистать дальше и увидеть, что мы еще можем сделать с подручными средствами. Вот эта идея мне очень нравится. Когда вас не видно, идеально, когда ты не совсем в форме и без маски. Можно обыграть только руки. Причем эти руки могут быть на стекле, за деревом и, впрочем, также за человеком. Согласитесь? Очень классно. Опять же, можно переводить не только в холодные тона картинки, но и можно сделать черно-белые. Тоже будет хороший эффект. Как она вот это сделала? Высоко же. А это руки отрезанные. А, точно. Я думаю, что там еще может быть фотошоп. Есть такие из магазинов приколов. Это маньячные фотографии. Вот это классный вариант. Давайте пощелкаем дальше, что мы еще можем предложить сделать с подручными средствами. Вот. Вот эта вся история, если посмотреть на каждую картинку, она не так страшна, согласитесь. Просто добавляет антуража наличия свечей. Ну, вот девушка под стулом лежащая, жутковато. В этом же и самый классный вариант, когда это не в лоб ты, я и тыква, а какое-то настроение, которое ты не понимаешь, в чем оно именно, но ты его чувствуешь. Так можно скачать девушку со стулом, там же лица не видно, как будто это ты... И все, и выдать за свою картинку. Идеальный плагиат. На самом деле, все эти картинки показывают, что это все-таки они сделаны на Хэллоуин за счет своей приглушенной цветов, за счет вот холодных цветов и так далее. Наличие свечей. Ну, свечи тоже не так страшные, можно купить. Все очень здорово, достаточно шляп. Вот про чего я говорила. Не обязательно даже вырезать глаза. То есть можно потом вот эту простыню использовать и дальше по назначению. Очень интересный вариант, особенно в ванне, креативность. Не страшно, креативно. Вроде как обозначился, что Хэллоуин. Не правда ли? Это даже если вы не фотографироваться хотите, а на вечеринку сходить, костюма нет. Это же идеально. Идеально, да. Как сделать так, чтобы не сползала простыня? Мне кажется, вот за счет очков они классно держатся. Простыня, не так ли? Лучше не шевелиться. Ну, видимо, все-таки ходить, как привидение. Да? Конечно. Со стержнем внутри. И что-нибудь у нас там еще есть? Да, там есть классные картинки. Сейчас я вам покажу. Ну, это традиция. Это с тыквой. Ну, с тыквой очень здорово снимает ребятишек своих. Это не страшно, просто под настроение и, в общем, тоже ничего серьезного. Пожалуйста. Хотя вот мужчина с тыквой на голове из чашки чая. Обратили на эту картинку внимание? В верхний правый угол. Да. Очень здорово сказать. Совсем не страшно, но очень здорово. Настроение передает. И нижняя левая картинка на подборке. Все понимают, да, как она сделана? Пуховик, голова спрятанная. Вовнутрь тоже. Ну, то есть со своим ребенком вот такую картинку можно сделать ради дурачения. Все будет здорово. Я думаю, ребенку понравится. И вот последний слайд, мне кажется, вот это. Игра теней. Это уже посерьезнее подход к данной картинке. И на самом деле здесь шик весь в том, что наш мозг с вами потрясающая штука. Он все-таки многократно усилит вот этот пугающий эффект и дорисует, да, сюжетную линию, глядя на эти картинки. Все понимают, как эту картинку сделать? Нет. Особенно вот с кошкой. Сколько надо денег кошке дать? Или кто это? Не кошка? Ну, ладно, вот с пальцами прикольно. Давай сделаем. С пальцами прикольно. Но здесь мы сейчас это не сможем сделать. Во-первых, это приглушенный свет. Главная героиня, девочка, находится около стены. Затем находится чья-то рука. Ну, либо это, мне кажется, вообще это листовка дерева, если честно. Да сделаем. Сейчас я лампу принесу, да сделаем. Ну, давайте сделаем. Давайте сделаем. Дайте лампу. Как минимум покажем, как будет стоять свет и как будут располагаться объекты. И тогда можно будет доиграть. Ну, давай, выбирайте стену. Давайте, вот стена у нас, Катерина, стоит около стены. Где? Все здорово. Сюда? Сюда. Да. Попробуем ее включить, приглушим свет и попробуем сделать эту картинку. Сейчас. Весь смысл в том, что наш герой стоит, вот в данном случае, у стены. Здесь, где я, будет находиться объект, который пугающе откидывает тень. А световой источник будет стоять здесь. Сейчас, сейчас мы все сделаем. Ну, световой источник должен быть вот такой примерно мощности, не просто фонарик от телефона. Вот он классно сработает. Если вообще свет погасят, то он классно сработает. Хотя мы тени уже видим. Ну, и здесь надо будет покрутить его. А можно сделать ярче? Можно. Наверное. Вот. Ну, я подумала. Вот, здорово. И вот, ну, вот видите? Антон, вам придется, наверное, лампу потаскать вверх-вниз, чтобы тень упала как положено. Потаскаем сейчас. Давайте. А с кучей времени свободного. До пятницы следующей мы абсолютно свободны, да? Так, ну... Я-то уже тут позирую. Мне еще и фотографируют, я что-то изображаю. Скорее всего, это сработает с фонарем. Ну, вот смотрите, нету тени на моей руке нету. Относим фонарь дальше туда. От меня. Нет. Где? Сейчас попробуйте дальше. Не хватает. Антон, давайте я, чтобы я не что-то брала. Может, фонарь на телефоне будет лучше? Не факт. Может, я просто тень не отбрасываю? Антон, попробуйте помахать. Я вампир. Что сделаю? Я тень просто не отбрасываю. Нет, нет. От вас тень есть. Покажите руку. Мне нужна ваша рука, чтобы увидеть вашу тень. Вот, видите, мы нашли... Вот она, видим тень. Причем она двойная. Вот тут надо видео писать. А потом можно будет подкрутить, да, контраст, чтобы она просто была выразительной. Но в данном случае мы... Света, видите, у нас свет сверху падает, на это не срабатывает. Я шевелю рукой. Хотите, не встаньте ближе прям к стене. Так он так стоит с таким выражением лица. А вы на шаг от него дальше сделайте. Вот. Вот так. Вот, видите? А тут, мне кажется, надо видео записывать. Ой, там какие-то пальцы страшные. Да, да, да. Вот. Все видят, что у нас происходит в телефоне сейчас, нет? Нет, никто не видит. Ой, извините. Я старалась. Давайте посмотрим, что происходит. На самом деле, куда показывать? Покажи куда-нибудь. Вот это мы видео записали. Туда. Вот в нее, да? Куда показать? Сюда. Да куда-нибудь покажите. Куда-нибудь уже покажите, да? Вот она тень. Но ее тут не видно, недостаточно. Вот. Давайте попробуем докрутить прям здесь контраст. Вот, вот, вот. А как там вице контрастной тени? Куда? Давайте. Почему она стала маленькой? Потому что... Вот так. Это было видео. Вот мы сейчас посмотрим. Вот он. Вот. Мы можем добить контрастности сделать. Видите вашу руку и тень? Дайте я попробую сделать это вручную вот так. Пожалуйста. Сделали скриншот. Кто помнит, как это работает? Никто. Такое ощущение, что на руке... Работает это вот так. Находим. Не здесь. Ребят, я немножко потерялась. Вот она. Заходим в настройки вашей камеры. Вот этот кружок наполовину, который закрыт черно-белым. И здесь ищем нашу контрастность тени. Вот. Насыщенность. Вот мы убрали насыщенность. Делали приглушение. Смотрите, что происходит. Добавили контрастности. Может быть. Вот здесь надо затемнить. Не хватает света. Но, тем не менее, идея понята. Вот это убрать. Поняли. Идею самопоняли. Вообще погасить свет в помещении. Мне кажется, на видео было круче, да? Вот если видео убрать, будет плоснее. В общем, чтобы контрастная тень была, нужен только один источник света. А остаток все темное. Конечно. И тогда бы мы справились с вами даже фонарем от телефона. Скорее всего, если бы кто-то подсвечивал. Нежели чего? Работает? Туда направить свет. Все. Закругляемся. Закругляемся. И так уже. Не, давай еще вот так вот. Надо закончить студию как-то сильно страшного. Ну вот это, это классика жанров. Да, мне тоже. Короче, фоткайтесь. Фильтрики синие какие? Зеленые? Зеленые. Синие-зеленые. И тогда все будет крутяк. Лойсы будут под страшными фотками. Пока, Татьяна Хасанович. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok